Маленькие, карликовые или декоративные собаки – это настоящий бум среди любителей собак на сегодняшний день. Все больше людей отдает свое предпочтение маленьким собачкам, и это, несомненно, радует добросовестных заводчиков. А черных заводчиков провоцирует на новые и страшные эксперименты. Некоторых любителей собак уже не удивить самым красивым папильоном или самым маленьким шпицам. Они требуют эксклюзива. Сегодня мы поговорим о самых маленьких собаках в мире, а также о тех, о ком мало известно, но на кого уже растет спрос. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Номер 10. Русский тойтерьер. Эта малюсенькая собачка, несмотря на свой размер, способна заполнить собой все окружающее ее пространство. Рост взрослой собаки не достигает даже 30 сантиметров, а вес составляет больше 3 килограмм. Это очень маленькая собака, но известна она отнюдь не благодаря размеру. Русский тойтерьер считается одной из самых шумных пород собак. Эта непоседливая малышка способна свести с ума. Многие люди, мечтающие о маленькой собаке, считают, что такую собаку не нужно воспитывать. Что чем меньше питомец, тем он спокойнее и тише. Но это огромное заблуждение. Оно настолько же велико, насколько мала эта собака. Русский тойтерьер требует очень много внимания, ответственности и терпения. Ведь эта собака обожает все, что ее окружает. Однако при должном воспитании русский тойтерьер способен изучать множество команд. А на улице он отлично понимает команду рядом. Номер 9. Чихуахуа. Чихуахуа – это уникальная собака. Она не просто маленькая, она экстремально маленькая. Рост взрослой собаки ограничивается 23 сантиметрами, а вес с трудом доходит до 3 килограмм. Чихуахуа – очень верные собаки. Они безмерно любят своего хозяина и уважают все его привычки, подстраиваясь под них. Это удобная собака, которую легко транспортировать. Она с легкостью поместится в карман и отлично ведет себя в гостях. Несмотря на стереотип о том, что Чихуахуа – злые и агрессивные собаки, они очень добрые и приветливые. Злые они становятся в силу своего размера. Они пугаются всего большого и резкого. А если их пугать специально, то они могут озлобиться на весь мир, так как они еще и очень ранимые. У Чихуахуа – тонкая душевная организация, требующая хорошей тренировки, качественной похвалы и уважения к ранимому характеру. Номер 8. Брюссельский грифон Брюссельский грифон, так же как и Чихуахуа, экстремально маленькая декоративная собака с очень твердым характером. Рост взрослой собаки доходит лишь до 20 сантиметров, а вот весить эта малютка может аж до 6 килограмм. Брюссельский грифон – это активная и коммуникабельная собака, уважающая только одного хозяина. Несмотря на свой маленький размер, у брюссельского грифона очень храброе сердце. Малыш не боится заступаться за хозяина в моменты опасности и хорошо выполняет роль охранника, повествуя о чужаке звонким лаем. Как и многие другие маленькие собаки, брюссельский грифон нуждается в дрессировке. И в этом хозяину поможет пытливый ум собаки. Если к малютке найти правильный подход, то она не будет упрямиться и станет хорошим компаньоном, выполняющим самые важные и распространенные команды. Номер 7. Мопс. Мопс – маленькая и очень старая порода собак, берущая свое начало еще с древнего Китая. Эта дружелюбная собака достигает роста всего 32 сантиметра при весе до 8 килограмм. Мопсы – идеальные собаки, они не требуют длительных прогулок и сложных тренировок. Они достаточно медлительные и при этом общительные и добрые. Эта порода не относится ни к охранникам, ни к охотникам. В древнем Китае ее вывели специально как декоративную, и с тех пор она отлично выполняет свою функцию. Однако, эта собака является одной из самых проблемных в плане здоровья. Из-за особенностей строения черепа, мопсы часто перегреваются, и необходимо внимательно следить за их температурой тела. Мопсы очень тяжело поддаются тренировке и не обладают острым умом. Но благодаря своему покладистому характеру, они отлично слушаются своего хозяина как на улице, так и дома, так как очень его уважают. Номер 6. Йокширский терьер Йокширский терьер – самая популярная декоративная собака в мире. Это не просто собака, которую удобно носить в кармане. Это собака для имиджа. Особенность йокширского терьера состоит не только в миниатюрном росте, максимум в 22 сантиметра в холке. У этих собак вместо шерсти растут настоящие волосы. Благодаря им йорки из простых собак превратились в настоящих моделей. Им завивают кудри, собирают хвостики и плетут косички, оформляют невероятные стрижки и даже красят во все цвета радуги. Это настоящая собака-аксессуар. Эти собаки очень добрые, общительные, верные и смелые. Малютки йорки не побоятся в случае опасности выступить на защиту хозяина. Однако это вызовет скорее недоумение и умиление, чем испуг. Но несмотря на это, йокширские терьеры очень гордые и самоуверенные. И всегда готовы прийти на помощь. Например, любыми способами поднять своему хозяину настроение. Номер пять. Бражский крысарик. Миниатюрная 23-сантиметровая собачка, которая изначально выводилась для охоты на крыс, сегодня стала невероятно общительной и компаньонской собакой. Вместе с официальной охотничьей породой относительно недавно появилась еще одна разновидность этой породы. Миниатюрный крысарик. Его рост составляет всего 18 сантиметров. И это по-настоящему карманная собачка. Пражский крысарик – это одна из немногих собак, которые спустя много лет сохранили в себе охотничьи инстинкты. И эту собаку не стоит заводить тем, кто любит грызунов. Заметив крысу, мышь или даже хомяка, крысарик превращается из милого компаньона в настоящего хищника, готового к схватке. Но несмотря на свой бойкий характер, пражский крысарик очень любит поднимать настроение своему человеку. Обычную прогулку он способен превратить в акробатическое представление или даже неутомимые догонялки. Номер 4. Померанский шпиц. Померанский шпиц – поистине декоративная собака. Ее размер не превышает 22 сантиметров холки, а выглядят они прямо как маленькие игрушечные медвежата. Померанский шпиц – это добрая, общительная и умная собака. Однако она своенравная и совершенно не подходит для начинающих собаководов. Померанский шпиц ценит и уважает сильный характер, а за неимением его у хозяина собака предпочитает доминировать сама. Без должного воспитания и длительных тренировок эта малютка будет громко лаять, наводить дома свои порядки и жить по своим правилам. Померанский шпиц – не только вредная собака, но и требовательная в плане ухода. Одна только шерсть чего стоит. Регулярные стрижки и уход специальными шампунями – неотъемлемая часть жизни этой собаки. Номер 3. Шиперке. Самая маленькая овчарка в мире, выведенная не как пастушья собака, а как охотничья. Для охоты на речных крыс – морская овчарка Шиперке. Рост этой малоизвестной собаки не превышает 35 сантиметров. Но не стоит обольщаться, эта малютка имеет очень строгий темперамент. Шиперке – собака исключительно для любителей спорта, длительных прогулок и походов. Эта собака не выносит одиночества и малоподвижного образа жизни. Она требует активных занятий и тренировок, а также обожает охотиться. Любой шорох, любой подозрительный звук она воспринимает как вызов, благодаря своему уникальному чувствительному слуху. И если не дать ей изучить природу этого звука, она будет долго ворчать. Шиперке, несмотря на свою природную независимость, очень социальные собаки, адаптированные к человеку, и привязываются к хозяину достаточно быстро. Но стоит помнить, что этой собаке необходимо постоянное внимание и тренировки. Иначе она станет проявлять свою независимость, так как ей вздумается. Номер 2. Папильон. Папильон – карликовая разновидность охотничьей породы спаниэль. Это один из самых маленьких представителей спаниэлей. Рост взрослого Папильона не превышает 30 сантиметров, но уникален он отнюдь не своим миниатюрным размером. Из толпы многих других маленьких декоративных собачек Папильона отличают его уши. Большие, с длинными развивающимися волосами, напоминающие крылья бабочки. Папильон – одна из самых умных собак в мире. Они способны быстро усваивать как простые команды, так и разучивать интересные трюки. Они настолько быстро и легко обучаются, что с ними справится даже ребенок. Папильоны – очень властолюбивые собаки. Эти малютки при большом желании способны построить всех членов семьи, если вовремя не показать ей, кто в доме хозяин. Вместе с этим это замечательные собаки-няньки, которые не только присматривают за маленькими детьми, но и могут быстро и легко поднять настроение малышу, если он капризничает, и отвлечь его. Номер 1. Карликовый лабрадор Говоря о необычных собаках, стоит упомянуть не только общепринятые и известные породы, а также и представителей новых пород, выведенных черными заводчиками. К большому сожалению, многие искушенные собаководы требуют эксклюзива. И чем интереснее и страннее собака, тем лучше. На сегодняшний день среди таких собак активным спросом пользуется карликовый лабрадор. Собака, которую очень любят за острый ум, покладистый характер, но не уважают за крупный размер. Маленькие умные собаки – это сейчас модно. Конкретных данных об этих собаках очень мало, поскольку карликовый лабрадор не утвержден как порода, а скорее как отклонение. Черные заводчики следят за тенденциями в сфере собаководства и продают бракованных щенков как представителей новой карликовой породы. Маленькие представители крупных пород собак рождаются с определенной степенью карликовости, что сказывается на их здоровье. Расскажите в комментариях, какую собаку вы хотели бы и почему. Если ждешь новых выпусков, не забудьте поставить лайк под этим видео.